На Масленичной неделе стояла настоящая русская зима. Мороз кусал и румянил щеки. Чтобы согреться на уличных праздничных гуляниях, скоморохи подготовили для гостей конкурсы, подвижные игры и танцы. А чтобы дети и взрослые узнали о Масленице побольше, скоморохи рассказали о празднике и предлагали загадки. Самые активные участники получали жетоны, которые потом можно было обменять на подарки. Скоморох, что сегодня за праздник у вас веселый? Сегодня у нас проходит веселый праздник в Масленице. Сегодня здесь, на нашей игровой площадке, мы проводим праздник для местных жителей. У нас в программе много песен, танцев от творческих коллективов в Центре внешкольной работы. Развлекательная программа с различными конкурсами. Ансамбль русской народной песни «Забава» создал праздничное настроение своими веселыми композициями. Чтобы согреться и не заскучать, все желающие присоединялись к общим танцам и масленичному хороводу. Любители исторической реконструкции развлекались на игровых боях, а также могли примерить на себя средневековые шлемы и оружие клуба «Армир». Не мешает мороз, то, что по-моему? Даже очень весело. А ты что знаешь про Масленицу? Что это за праздник? Ну, это когда последний день зимы. Можно сжигать чучел, кушать блины. Мы играли там в канаты, ловили рыбу, мягкие игрушки, и гидали в сыр круглые мячики. Мы кушаем блины, жарим и дарим друг другу подарок. А где подарки дарите? Ну, может, какие-то браслетики, жетончики. Я рассказывала в секторе собственного сочинения, и мне очень понравилось, как выступали танторы. Мороз не мешает, в праздники мне больше всего нравятся блины. Центр внешкольной работы подготовил разные игровые площадки и конкурсы. Также перед гостями праздника выступили творческие коллективы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.